Привет! Это видео не о математике, скорее о матемологии и семиотике, но, уверен, вам понравится. Поехали! Вы вот в курсе, что поиск решения кубических уравнений в общем виде занял математиков несколько столетий? Это отчасти почему? Потому что не было ясных символов для ясных мыслей. То ли дело наше время. Символов столько, что и запутаться можно. Но нас-то с вами не проведешь, давайте разбираться. Вот эта заглавная перевернутая буква «a» — это на самом деле английская буква «a», числится первой в словах «all» и «any». По-русски этот символ в зависимости от контекста может читаться так «для любого», «всякий», «каждому», «все» и так далее. Такой иероглиф будем называть квантером всеобщности. А вот и еще один квантер, но уже существование. Английскую букву «i» отразили в пенте слева направо, намекая тем самым на заморский глагол «exist». По-нашему будем читать «существует», «найдется», «имеется» и другим подобным образом. Восклицательный знак такому квантеру существования добавит единственности. Если с этим понятно, двигаемся дальше. Неопределенные интегралы вам наверняка попадались в классе так одиннадцатом. Я бы хотел напомнить, что это не просто какая-то первообразная, а совокупность всех первообразных под интегральной функции. Так что не забывайте про «c» — константу интегрирования. Между делом сам значок интеграла. Это просто вытянутая буква «s» от голосок латинского слова «summa». В этом как раз и есть геометрический смысл определенного интеграла — поиск площади фигуры под графиком с суммированием бесконечно малых величин. Как по мне, это самое романтичное занятие в матанализе. А вот школьная геометрия полезнее всего тем, что приучает к логической строгости. К первому курсу у вас должно быть четкое понимание, что такое следствие, а что такое равносильность. Ну нельзя путаться в необходимости и достаточности, понимаете? Давайте даже попробуем копнуть чуть-чуть глубже. Если вы решили заняться высшей математикой, то я представляю, насколько у вас все плохо с личной жизнью. Но именно поэтому вы наверняка согласитесь одолеть небольшое упражнение. Здесь три пункта. В каждом имеется левая и правая части, которые вам нужно связать одним из трех нарисованных символов. Пожалуйста, кликните паузу, попробуйте сами, а затем послушайте, что я вам скажу. Если х равен минус двум, то модуль х равен двум. А вот слева направо так фразу уже и не построить. Во втором пункте в левой и правой частях написано абсолютно одно и то же. А третий пункт можно прокомментировать так. Каждый прямоугольник является параллограммом. Но не каждый параллограмм является прямоугольником. Да, знаю, что вы уже не маленькие, но все же мои аплодисменты тем, кто справился с этим упражнением. Ну да ладно, хватит. Давайте вспомним числовые множества. Натуральные числа используются при счете 1, 2, 3, 4 и так далее. В природе минус одного яблока не существует. Но, кстати, целые числа позволяют говорить и о таких вещах. Буква Z кричит нам о важной роли нуля. Множество рациональных чисел обозначается буквой Q. И это не случайно. В английском слово quotient означает отношение. Кстати, если где-нибудь бруклине к вам подойдет афроамериканец и скажет keep it real, можете быть уверены, перед вами математик, почитатель действительных чисел. Ну а вам стоит почитать что-нибудь о комплексных числах, будет полезней. Мы же сейчас сделаем откат, вернемся в первый класс самый что ни на есть обычной греческой школы. Короче говоря, помянем древний алфавит. Первая буква альфа, затем бета, этот крючок гамма, альфа, потом дельта, после нее следует эпсилон и так далее, вплоть до последней буквы омега. Можете не сомневаться, что у греков есть и прописные буквы, но мы сейчас не будем о грустном. Мы лучше о веселом, о пределах, но тут как раз никаких загадок и нет. Сразу понятно, от какого слова появился математический символ. Ну а стало быть, мы можем перейти к финальной части видео. Пожалуйста, попробуйте озвучить определение предела часовой последовательности, которое сейчас написано перед вами. Кликайте скорее паузу и соображайте, и да будет вам счастье годовалого ребенка, узнавшего слово «мама». Если для любого эпсилон больше нуля найдется натуральное n, да такое, что для всех номеров в числовой последовательности больших n выполнено неравенство , то тогда предел в часовой последовательности х-н, при стремящемся к бесконечности, равен числу а. Такие вот дела, ребята. Не беда, если вам не удалось прочесть это определение, главное в свое время его понять. Напоследок отмечу, множество тех, кто посмотрел этот ролик, но до сих пор не подписан на канал, не является пустым. И это меня очень печалит, так что во время финальной музыки покажу, как это исправить. Ну а остальным желаю мыслить критически и заниматься математикой. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...